В воскресенье ивановские автомобилисты организовали акцию протеста. На бульваре Коко решили собраться все, кто не согласен с готовящимся в региональном парламенте поправками в ПДД и КОАП. Я думаю, непродуманная инициатива совершенно требует согласования и обсуждения с общественными организациями. В принципе, первый шаг сегодня представители ФАР сделали, обращение к представителям областной думы. Я думаю, сейчас инициаторы этих запретов и различных всяких родов нормативных актов, они все-таки прислушаются к ивановцам, к автомобилистам в нашей области и пригласят для обсуждения дальнейшего развития именно их инициатив. Это не митинг, подчеркивают организаторы Федерации автовладельцев России. Цель – не размахивать флагами и транспарантами, а собрать подписи. Против запрета парковки во дворах, тонировки задней полусферы, против ограничения скоростного режима субъектам Федерации и за создание полноценных комиссий по дорожной безопасности, чтобы впредь учитывать мнение всех участников движения. И действительно, за несколько часов более ста автовладельцев, среди которых и известные блогеры, и рядовые ивановцы подъехали на место проведения акции, чтобы просто оставить свою подпись и отправиться дальше по своим делам. Но настоящую массовость мероприятие обрело, когда на какой прибыли участники городских автомобильных сообществ, чтобы высказать свой протест против непонятных для них нововведений депутатов. Мне кажется, про нас забыли вообще, что автомобилисты есть, что они существуют и придумывают всякую вот чепуху, которая лишь бы что придумать. Мы против, в принципе, вот этих всех трех поправок и хотим обратить на нас внимание, чтобы люди, остальные как-то там в Москве, там в администрации задумались, может быть, все-таки не поддерживать этот закон. У нас хотят запретить заднюю тонировку. Я считаю, что это вообще просто какое-то безумство, потому что она никак не мешает. Такие же, к примеру, водители «Газелей», у которых просто даже нет обзора сзади, на них внимания не обращают. Но почему-то подумали, что мы, обычные водители, можем кому-то помешать, создать, я не знаю, аварийную ситуацию. В ходе акции были собраны более 400 подписей автолюбителей. Бумаги уже направлены в правительство и областную думу. Но вот повлияет ли мнение народа на народных избранников, пока неизвестно. Наталья Романова, Денис Денисов, РТВ Иванова.